всем привет с вами я Дмитрий Фреско Игорь Алексеев и сейчас мы приступаем к вечной варке пива напоминаю если кто-то не видел мы с Игорем устраивали еще в Испании пробку пива которое варил он вот ролик ссылку повешу и тогда же вы говорили что наверное вместе сварим пиво и вот сейчас мы приступаем мы пойдем сейчас небольшой подварчик залезем туда достанем зерно мельницу и придем сюда будет здесь молотить зерно поехали мы будем использовать пшеничный солод шелуха рисовая так мы притащили уже и мельницу поставили притащили солод и что у нас дальше мы должны сейчас молоть зерно мы должны подготовить воду вот и соответственно приступить к процессу производства пива но ты меня не спросил какое пиво кстати да вот я хотел сделать сегодня пиво стиле хугарда бельгийский вид мне очень нравится это пиво оно в принципе неплохо получается его легко достаточно надеть я поэтому и выбрал этот рецепт для наших с тобой мероприятий вот и соответственно мы вот имеем такие дрожжи вот и можешь прочитать здесь написано бельгийный вид или мои дрожжи это американский производитель или вы тоже сейчас приведем до комнатной температуры потом мы сделаем вот в этой колбой стартер стартер это такая заготовка условно для брожения пива которая позволяет быстрее суслу активнее начать брожение для этого мы сюда добавим немного готового сусла вот я раньше когда сделал другие варфи заготовил она лежала в холодильнике у меня замороженная сейчас мы его приведем в чувство зальем в колбу положим туда дрожжи и начнет у нас работать стараться сусла это собственно то что мы будем делать в этом баке это солок молотый который настаивался в течение там нужного времени зерно мы молоть будем вот на этой мельнице подробности смотрите вот сюда засыпается все вот здесь валики так вот происходит процесс тема вот здесь мы будем завешивать зерно рецепт содержит половину ячменного солода обычного классического солода в данном случае у нас это солод пилзнер пил спонжи это самый простой базовый двухрядный солод бельгийский солод я использую сегодня что тоже наверно хорошо для нашего пива я буду использовать два с половиной килограмма базового солода для чего-то это ситечка нужно солод может содержать мусор всякий пыль который я не люблю когда попадает зато немножко так просеем вот мы видим все равно достаточно чистое в мельнице его отправляем я возьму следующий солод а это уже пшеничный солод и видишь у него совершенно другая фактура вот ну по сути это зерна пшеницы почему я буду смешивать сразу в мельнице дело в том что зерна солода имеют разную величину это зависит от разных производителей разных сортов мне не очень нравится перестраивать каждый раз мельницу а бывает такое что ну сложно молоть это связано с размером зерна вот когда я делаю смесь с то есть настолько разная фактура у зерна она будет молотся легко без проблем быстро не доставит нам хлопот этот процесс хочешь попробовать кстати возьми а я говорил что зерно содержит сахар нет нет не содержит врет солод соложение это процесс тепловой обработки пророщенного зерна где вот это клеточная структура уже она готова она нагревается лопается готова отдать крахмал вот эти все вещества которые в сахар будут преобразованы вот и в принципе сладко да не прибыли не совсем прям сладко но такая сладость чувствуется но вот наша задача будет в теплой воде чтобы произошла активность ферментов которые будут освобождать эти цепочки понятно вот я не хотел бы выделить и тут химический процесс найдется всем очень много умных зрителей читателей которые скажут что он что-то сказал не так не так все это было так все это было поэтому лучше чтобы по поводу химии все эта информация доступна легко и широко так ну вот у нас есть вода личную мы сейчас добавим еще немножко воды сюда и будем греть и сразу не куда сыпать корня с положенным у самого 1 вот эта вот вещь она была в комплекте данного изделия это вообще бак предназначенный для стерилизации банок под варенья там и все такое по крайней мере с таким названием его покупал он сделан с хорошей стали пищевой такой достаточно толстой стенки хорошо держит температуру и тепловой элемент у него приклеен снизу к нему то есть нет тена никакого ничего не горит здесь хорошая конструкция я хотел только побольше чтобы она была но и более профессиональная не бытовая такая вот автоматика такая не помешала вот у нас первая температура будет 50 52 градуса так подожди против ли тебе чтобы не было вот если давай поправить это вот это вот это ситечка но даст возможность мешку не при прикасавшись к нагревательному элементу ну и своего рода создаться простойка между мешком и краном мешок будет муж уже перескочил давали что это первый что мы делаем нужно подобрать воду воду наливаем нагреваем эту воду получить воду 52 градуса в эту воду мы должны высыпать зерно да мы его не будем сыпать как таковое мы возьмем вот такой от мешок мешок будет служить фильтром естественно когда мы сольем потом готовое сусло мы возьмем выкинем из мусора этот брук и будем работать дальше с этим сусло такой способ он считается классическим называется брюйна б по-английски это аббревиатура там на сайтах можно встретить понятно значит сейчас мы греем воду меден зерно зерно пересыпаем мешок мешок помещаем в нагретую за сколько градусов буду нам нужна температура 52 градуса когда мы положим сюда мешок с молотым солодом температура упадет поэтому мы будем греть где-то 57 такая началка должна будет она опустится сразу когда мы положим туда солод ну вот как бы так понятно значит а сейчас мы мелем зерно отличная зарядка процесс перимал у меня начался да да идет от качества помола насколько мелком крупный зависит эффективность затирания то есть насколько эффективно мы извлечем вбрадивание вещества они высохранят отлично так вы смололи сейчас будем продолжать до под обычная из крана я правда использую 3 ступенчатый фильтр я кипячу воду я даю кипяченую отстойную воду сюда вот плюс еще я использую иногда если есть такая вещь называется стабилизатор ph нужно добавить небольшое количество как бы такая панацея для тех кто не хочет сильно возиться с изменением профиля химического воды вот но вообще если серьезно к этому подходить очень сильно заморачиваться действительно вода имеет значение но имеет значение не какие-то там ее чудесные свойства заряженности вот такой химический профиль жесткая наличие или отсутствие каких-то минералов вот это важно с этим по воде народ в принципе занимается есть такая признанная технология брать осматическую воду и уже ее настраивать профиль используя различные химикаты под тот сорт или стиль пива который вы конкретно вам нужен но если вы конечно знаете что делаете зачем и каким результатом это приводит обязательно нужно не забыть использовать шелуху рисовых зерен связано это с тем что вот вы видели что половина практически засыпи это пшеница и у них нет оболочки в этих зерен у солода ячменного есть оболочка им когда мы мололи его это оболочка она попадает вместе сюда тоже пшеницы нет оболочки поэтому мы используем просто просто оболочку от рисовых зерен она будет участвовать она нейтральная с точки зрения производства солода но она как пикер будет работать да чтобы она не спеклась такую кашу которая не будет пропускать сусла слушай я смотрел на сайтах этих самых пивоваров такие автоматизированные эти самые колонны такие пивоварочные что-то литров там на 60 на 70 с ними удобнее быстрее или вот так же так же нужно все закладку нет конечно по-другому они ну как правило они в основном все вот эти вот однопосудные системы представляют из себя подобного плана котел с нагревательным элементом вот и вместо мешка как правило там используется корзина металлическая и казино да ты засыпаешь туда молотые болото зерно поставил сделал корзину поднял вот работаешь дальше уже с солодом ну как то так вышло что я не рассказывал же в том ролике можете рассказать рассказывал я все зрители этот ролик я хотел хотел сразу когда начал этим заниматься сразу стал рассматривать обсчитывать возможность покупки не просто там однопосудного порядка я сразу хотел поставить трехпосудный с парагенератором но решил что сначала поиграю с еще руками в это все и пойму надо ли мне вообще и что мне надо и как и зачем потому что это не дешево стоило эта система посмотри кстати такой ноу-хау станционных техников рулит слушай обалдеть это полезно тоже потому что я иногда мучаюсь с этим самым как не вводу или температуру не стыкать на край не татировать этой колбасу ну вот смотри есть такой вот вариант я подумываю о такой штуке там удобно что там автоматика есть можно выставить программу все процессы она будет греть сама вот но у всех систем есть те или иные недостатки я думаю какой-то универсальная система нет каждый для себя сам решает что у нас дальше дальше мы должны выждать 30 минут это белковая пауза у нас пройдет три пятидесяти двух градусов потом мы поднимем температуру на час и поедем возьмем хмель он того месте у меня на научных нету хмель нужен да мы сейчас делаем стартер для этого мы используем сусло сусло которое я отобрал две недели назад как говорил другое пиво вот она замерзла мне нет желания и времени ждать так вот так вот так вот так теперь нужно скипятить его надо обязательно скипятить до ждем закипания отчасти ответственный момент это задача дрожжей стартер ну в принципе вот у нас дрожжи они хранились лежали на столе они приобрели комнатную температуру выровнялись вот у нас есть сусло но было перекипячено оно охлаждено до комнатной температуры сейчас мы все это должны соединить вот мы примем некие меры предосторожности это хлоргексидин банальный вот я обрабатываю пакетик руки избежать какого-то перекрестного заражения да вот здесь пакетик двойной сначала первое откроем собственно вот так вот выглядит дрожжи хороший вид у них такой здоровый классный я честно говоря не сильно склонен переживать на тему да так уж прям вот но конечно меру предосторожности соблюдать нужно какой запах чувствуешь запах такой идет очень приятный очень приятный я считаю что вообще показатель здоровья дрожжей это запах важный показатель ну и все мы закрываем вот где-то сутки чуть больше полтора вот мы будем использовать вот такое вот устройство которое называется магнитная мешалка вы видите какая куча аппаратур нужно для того чтобы действительно классное пиво это вообще не куча это чисто как раз наоборот самый лайтовый вариант самый а так значит что нас осталось за кадром полчаса выставил это суслы при температуре 52 градуса 52 градуса после этого температуру подняли до 67 градусов и ему еще часто лет но уже чуть меньше да мы выбрали режим когда часто 67 мы так у нас и были небольшие проблемы мы использовали частично метод прямого нагрева частичный метод отварок это просто часть игорь отливал в кастрюлю часть этого сутка догревал повыше на плите и возвращал отварочный способ он классический для баварских пивоваров для пшеничного пива ну вот просто тут нам вынуждено пришлось использовать все встретимся здесь же через 40 минут нет секундочку мы с вами встретимся сейчас мы сейчас поедем в отдельное место захмелем вот там и с вами увидимся и можно что дороге чуть поснимаем нам надо еще несколько градиентов будет купить дело в том что по рецепту это пиво предполагает задачу кожуры апельсин вот идеальный по рецепту опять же вариант это горький и сладкий валенсийский апельсин вот но если бы я планировал заранее тебя попросил вы принести привести валенсийский апельсин думаю что мы используем то что в магазине найти литых холодильник пивовара для сохранения вкус ароматических свойств максимально длительное время я использую хранение хмеля в морозилной камере различное множество всякого существует может посмотреть как он упакован я конечно знаю какой мне нужен вот древний хмель ему лет пять он предназначен для варки особого вида пива бельгийского стиля кислые или планбики на самом деле 40 14 года в самом деле да если у вас пропал хмель не спешите его выкидывать потому что существует определенный спрос на старых мель вот такое уже за такой такой как чая как а здесь все пилка третий есть две бутылки пива который говорил другой человек мы тут потихоньку как-то движемся к социализации никого если что-то клуба такого намечается общаемся в чатике и вот один кстати твой подписчик между прочим да и он купил автоматическую пиломарку снова и он сказал чтобы убирать тебя увидеть на варке у себя но еще не совсем готов себя принять он такой приходит ко мне мы не видели до этого никогда и такой смотрит на меня блин крик эти где-то видел ну давай перебирать их ну там 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 игра может быть в интернете точно говорит ты же горит тут выступала на на канале зовут его лисе и алексей привет ну и теперь выдвигаемся обратно к продолжению процесса пивоваривания по дороге заехали в магазин с богатейшим выбором крафта у нас в испании такого нет очень жалко смотрите хуй и чудо сердце кровью плевается хочется такого же у нас вот такой еще будет не спору мы предварительно поинтересовались можно ли снимать нам разрешили и я обязательно наверно ссылочку на магазин дам ну не случай по крайней мере покажу где он сюда стоит заходить так мы приехали сухло настоялось уже да и наверно сухло готово у нас посмотри сейчас мы его будем сливать у нас готова промывочная вода и начнем собственно варить пиво то что и называется варить пиво вот может посмотреть пошло суставишь мутная идет достаточно мутная мы сделаем отбор несколько литров там ну лекар 3-4 пока не будет более-менее светлое сухло лице это первая часть слитую левается вторая часть если не отфильтровать вот не сделать вот эту операцию когда будешь варить будет очень много белка и мусора всякого я не люблю такого я это не страшно на самом деле можно принципе сразу кипятить но я не люблю я люблю почищу сусло чтобы было так у нас процесс сливания идет а мы пока приобщимся да ты хотел попробовать у нас в холодильнике мы с тобой нашли есть от последняя одна бутылочка из партии предыдущей где пиво было похожего ладно по сути да так такой же там другие дожи применялись вот а рецепт такой же завидует ну так вот промывочной водой не должны не разрушая фильтрующий слой а это пиво вы видели в предыдущем ролике пиво с историей вот накид я снимаю обычно в промо установках это никто не делает но технологически очень затруднительно она потом падает на дно вместе с остальным мусором вот но раз у меня такая возможность есть я предпочитаю это делать а вот этот самый когда на дно сядет она потом осадком в пиве нет 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 ты когда сливаешь это все останется просто в виде мусора вот чистое вообще отсусло идеальное я накрываю когда будет кипеть мы будем кипятить его в открытую так и вот такая у нас плотность получилась но только эта плотность уже мы в последнее сусло снимаем дима это не начальная плотность у нас мы отдельно сделаем замер тогда ты покажешь это последнее сусло уже это нормальная плотность 8 такое сусло немного покипятить можно использовать снова для стартера следующего пива для дрожжей собственно для этого я последние сусло и собираю вот когда несколько вар делаешь за один день или подряд быстро такое слабое сусло можно использовать вместо воды на новое зерно и тогда более крепкое более плотное сусло будет можно более крепкий сорта варить такое двойное затирание называется ну а здесь у нас слитые сусло и оно уже почти кипит уже почти кипит так а я завешиваю хмель требуется по унции хмель хмель цветы вереска и цветы вереска будут еще добавки будем еще хмель добавлять сейчас я подготовлюсь мы сейчас первый закинем хочешь сам кинуть истерический момент я забрасываю хмель смотри он разошелся сразу я думаю надо напомнить зрителям канала что хмель никакого отношения к алкоголю не имеет то есть никакого отношения к алкоголю не имеет это только в русском языке так принято говорить что хмельной значит алкогольный и того мы забросили хмель до окончания варки остались 60 минут за эти 60 минут мы еще будем добавлять пряности и это вы увидите оставайтесь с нами у нас вторая закладка хмеля мы будем класть другую порцию хмеля саас и еще у нас будет пол унции хмеля из кенголдинг это тоже очень хороший такой благородный хмель английский традиционный мне он очень нравится так пряности какие-то еще после этого мы сразу будем заниматься чисткой апельсинов и через десять минут мы будем закладывать все пряности и апельсины все пряности это кориандр это черный перец черный перец это райские зерна райские зерна это у нас ну тоже перец такой специфический перец кстати вовту очень редкий да так и вот эту чем закладывать этот цветы вереска как я уже рассказывал они у нас вместо цветков ромашки а цветки ромашки это такая легендарный ингредиент который принадлежит рецепт которого использование принадлежит человеку как придумал рецепт хогардена питер целес и он сейчас живет в америке потому что хогарден забрал гигант этот сан энд лев вынудил человека уехать в америку живет в америке делает такое же пиво такое же вкусное но только по другим названиям вместе на этом этапе вместе с мир вы котел пойдет такое устройство это чили охлаждающий змеевик другими словами ухты остатки воды старый вот мы его сейчас помещаем в котел чтобы он прокипятился что ли если на нем вдруг находится нежелательные какие-то бактерии чтобы они сейчас все у нас кипятке закончили свой существование то есть мы берем вообще самый-самый смак можно купить в специализированных магазинах чищеную кожуру апельсинов но нас интересует только цедра то что словом зест называют в английском языке нужно только вот эта вот верхняя часть мы добавляем оставшиеся ингредиенты порядок не имеет значения я предпочитаю начать с кориандра теперь перец райские зерна цветы березка апельсиновая цедра цедра апельсина ой какой запах вообще бомба запах волшебный что касается зареечных процессов как я понял значит сегодня это дело охлаждается переливается в пластиковый бак на брожение сейчас покажу как а завтра в него добавляются вот эти самые дрожжи ночь дрожжи будут стоять на мешалке ночь будет стоять пиво в баке утром я их соединю вместе вот и дальше это пиво будет бродить вот в таком баке кстати бродится выбраживается очень давно сделано 22 на 4 лет и через год то есть 22 до 4 19 года я его это вот такой и у игоря еще такие баки стоят это будет уже третий сейчас бак стоять выбражаться но это пиво будет готова быстрее да ты попробуешь точно да значит это пиво игорь мне обещает что будет готова уже не ельки через три четыре три четыре ну вот так что я его еще попробую и может быть даже это дело сниму так сейчас мы сделаем замер плотности нашего сусла будущего пива очень неплохо очень неплохо прям совсем неплохо лучше вы смотреть конечно у нас была собой погрешность половинку раз два три мы имеем 13 процентов плотность неплохо это так называемая ну среднее пиво которого есть хороший потенциал к алкоголю но при этом это не там не алкашка какая то то есть нормальная хорошая средняя не баллась к зиму в среднем алкоголь достижимый возможный алкоголь у нас здесь я думаю для этих гаражей будет порядка 5 5 с половиной градусов на я так я так думаю такой бы у нас в кадре сейчас емкость будущая емкость брожения она в работа на помыто полосно-то кипятком вот это сетчатый фильтр через который мы будем сливать собственно готовое сусло будущее пиво наше этот фильтр он призван задержать весь мусор все частицы там какие по максимуму возможно пиво мы сейчас охладили но охладили недостаточно потому что змеевик маловатый он не справляется с задачей поэтому это пиво остывает до правильной температуры перед загрузкой дрожжей будет до завтра при естественных условиях хорошо закрытым баке на балконе погода прохладная поехали на заднем фоне мешок в нем находится отработка думаю дима покажет крупным планом слышал такой отливовар в которых есть хозяйство что это едят поросята и даже у одного собака есть вон посмотри как выглядит пиво выглядит так турнеево хочется пить уже запах очень насыщенный пахнет одновременно апельсиновой корочки кориандра важная составляющая бельгийских сортах очень часто применяется прошло 10 дней ну вот мы сейчас будем разливать пиво что произошло за эти 10 дней мы после окончания основного выражения перелили пиво в другой бак с краном этот бак был отправлен в холодильник он там называется вторичная ферментация она происходила уже со снижением температуры в конце на несколько дней мы максимально опустили температуру до нуля ну один градусный холодильник показывал это делается для того чтобы осадить все возможности максимально осадить дрожжи на дно ну и сейчас вот мы будем разливать пиво давай попробуем насколько оно холодненько видишь как замерзло выглядит отлично на попробуй холодная прикольная мы обязательно еще выдержим бутылка мы все-таки выдержим бутылку только что вот сегодня в чате как раз читал там целая тема была насчет того там кто-то вообще пьет вот сразу сразу эти говорю как-то мне просто получалось такое что выпивали еще до момента разлива на ходе разливаем ну что начнем для разливания надо подготовить сахар с помощью которого мы получим естественную карбонизацию в бутылках вот мы будем использовать вот такой вот сахар текстуроза виноградный сахар 25 минут у нас получается примерно там 5 с чем-то бутылка но 75 я меня лично думаю устроить такой показатель я не придерживаюсь там прям заправской точности 0 1 там грамма на самом деле это полагаю вполне допустимо сахар насыпали по бутылкам ученочные разливать до 1 бутылка вот не булькала чтобы не захватывала лишний кислород это вот такой момент не не самый хороший с кислородом оставляем немного места чтобы было было куда расширяться чтобы выглядело красиво в принципе есть специальные инструменты для укупорки этих бутылок но я делаю следующее я заливаю пробки кипятком они мягкие достаточно и руками вполне отлично входят после этого я беру вот такую проволочку мюзли вот для них существуют для этих проволочек специальный инструмент для закручивания вот но в принципе как бы руками если позволяет кондиция физические кондиции позволяют можно руками это делать все взбалтываю обязательно бутылку для того чтобы начался процесс растворения декстрозы ну так это выглядит соответственно бутылка наша все теперь мы ее отставляем сторону и начинаем собирать постепенно ну что мы все уже разлили немного осталось добавить отлично выливайте среди спиловаров спасибо за компанию чес всем пока пока